На самом деле несколько такие двоякие чувства, поскольку выставка Юрия Рокка должна была проходить в его день рождения, в его естественное присутствие, он должен был ее открывать и быть здесь главной звездой вместе со своими картинами. Но получилось так, что совсем немного он не дожил до своего 86-го дня рождения и тем не менее чувствуется, что дух его здесь присутствует, присутствует и в его картинах, присутствует здесь с нами незримо и мне кажется, что очень хорошо, что эта выставка все-таки состоялась, потому что он сам очень хотел, чтобы она прошла и соответственно это в своем роде дань памяти Юрию Рокку и безусловно дань его огромной. Я думаю, что если есть люди, которые не знают, кто это, то если им показать картины Юрия Рока, которые говорят во многом сами за себя и являют собой такой неповторимый абсолютно стиль, то конечно же люди скажут, ну разумеется, я это видел, просто может быть не знал, что это Юрия Рок. А его замечательные картины, я думаю, многие помнят и с детства, и здесь можно вспомнить, естественно, и сурты, но можно вспомнить и картины, которые висели, например, даже в рыбном магазине на улице Тартумата. То есть многие еще детьми помнят эти замечательные произведения, очень характерные, очень запоминающиеся и которые потом уже ни с чем не перепутаешь. Ну и как мне кажется, жизнь Юрия Рока сама по себе, она такой своего рода символ, ведь изначально Юрия Рок не думал, что он станет художником и на ранних этапах своей жизни занимался совершенно другими вещами. Он закончил горный институт и посвящал себя совершенно другим сферам, но тем не менее в итоге, что называется, судьба его нашла и очень хорошо, потому что и мы, и последующее поколение будут свидетелями истории, которую себя золотыми буквами, естественно, вписал Юрия Рок. Это огромная часть культуры Эстонии, это огромная часть живописи Эстонии и, конечно же, мы будем его помнить, передавать последующим поколениям и очень здорово, что такой человек у нас был и вечная память. Да, конечно, в этом смысле художники счастливые люди, счастливее, чем простые смертные, потому что они остаются жить в своих работах после ухода физического. На самом деле мы с Юрием были знакомы уже не один десяток лет, и у каждого свой Юрий Рок. Вот у меня Юрий Рок очень доброжелательный, добрый, очень тактичный, интеллигентный, всезнающий, с чувством юмора. Это человек, который, ну вот он по масштабу личности, вообще у нас таких маломасштабных людей, как Юрий Рок. Несмотря ни на какие политические, экономические невзгоды, которые происходят вокруг, он оставался настоящим творческим человеком всю свою очень длинную, долгую жизнь. И, конечно, что касается нашей деятельности, то Юрий почти всегда участвовал в наших выставках, групповых выставках. Это было очень много международных выставок, и много выставок, которые в Эстонии тоже были. И он ни разу мне не отказал моей просьбе предоставить свои картины. И, конечно, для художников это вообще большой такой подарок выставляться вместе с таким мастером, как Юрий Рок. Они уже могут в своей биографии написать, что они делали выставку вместе с Юрием Роком. И на самом деле эта творческая биография у них сразу скакнет до мировых величин. И, конечно, Юрий приходил очень часто к нам на наши вернисажи. Он был очень долгожданным и любимым гостем. И всегда говорил добрые слова художникам. И мне тоже в том числе. У меня очень повезло. Я большого мастера много знаю. В том смысле, что он здесь был очень часто. И ходили. И больше всего все-таки Иви. Первая супруга. И для меня очень важно то, что он всегда честно сказал, как и что он думает от моих рисунок, скульптур, что есть, что нет, что надо дальше работать. И это очень важно, потому что он такой чудесный человек и очень такой автократный. И я очень уважал его вкус, очень хорошим вкусом всегда. И мне просто в том смысле очень повезло. Но про него искусство очень сильное. И мифология, и религиозная это очень сильно. И у меня есть тоже разные коллекции. И как раз вот в этом выставке здесь сегодня, первый день мы отмечаем его день рождения без него. И 9 дней от смерти теперь сегодня. И вот я тоже поставил вместе с Юрием Араком, поставил мифологические скульптуры. И в том смысле очень это все-таки списывается. И мы, кстати, делали, мне очень, честно, ответ на вопрос Перамой, мне очень нравится его обор работы. И особенно вот эта мифология и религиозная такая сильная работа, меня это инспирирует. Мне просто нравится, а меня очень инспирирует, потому что у них такая сильная философия. Не просто так, что вышло так, вот делаю так. Нет, наоборот, у него очень сильная мифология, такой философии внутри. И ему, его надо, и чтобы знать его работы, надо читать его статьи, книги. У меня, по-моему, три его книги. И тогда вот понять его философию, такой образ жизни. И это очень такой позитивный, и такой очень, ну, были очень большие трудности у него. И всякие, он этих всех победил и смог выйти силем и еще сильнее. Юра Арк был настоящий прекрасный человек и очень талантливый художник, который, он меня очень вдохновлял в своей работе необычным почерком. Я с ним дружил пару раз, я был у него в мастерской. Юра Арк действительно был очень дружелюбный, очень добрый, очень прекрасный, прекрасный человеком был. Он любил общаться и всегда такой совсем другой, отличился от других эстонских художников. Несмотря на то, что у него творчество, такой самобытный эстонский колорит, он как художник в душе был совсем другой человек, очень добрый, общительный, эмоциональный. Он будет не хватать на наших кругах. Его картина и творчество всегда останется в нашей светлой памяти. О Юре Арке можно говорить очень много, конечно. Это целая личность эпохи, ушла, в общем-то, из эстонского искусства. У меня с ним связано было пару моментов, два таких особенных. Он был на двух моих персональных выставках, это было еще в советское время. Одна была Пылинтром, другая была в галерее Деко, это в Кадриорге. Обе выставки организовывал тогда мать Эмилиус покойный. И тогда вот на двух выставках присутствовал как раз Юриарок, и тогда мы с ним беседовали. Ну, конечно, было приятно слушать от него похвальные слова. Но помню случай был такой, очень интересный, на выставке как раз в Деко галереи, когда собралась публика, уже открытие выставки. И вдруг я вижу, сначала появляется такса, в голом, абсолютно пустое пространство появляется такса. Потом длинный-длинный поводок, потом, смотрю, белая манишка и черный лацком. Потом смотрю, Юрий Арок заходит во всей красе, в черном фраке, роскошный, такой вообще сам весь из себя. Вот такой случай был, когда он мне поздравил таким вот образом, конечно, для меня этого дорогого стоит. Ну, а так, в целом, конечно, говорить о его творчестве, я так думаю, что очень многие скажут. Я знаю, что я его очень почитаю, люблю, и мне очень нравится он как художник на самом деле, потому что в нем есть как раз тот склад, та сила и та энергия, которая, в принципе, как камень, которая может пройти все, и она, в принципе, сохранила себя. Так что пусть светлая память ему, конечно, и дай бог, чтобы именно ему было пухом. Начало 80-х, 90-х и по сей день, в общем-то, это, конечно, значительная фигура. И вообще для меня эстонское искусство именно с ним и ассоциируется, потому что его мифологическое творчество, пронизанное вот этим сохранной невидимой жизнью, которую он делает видимо, это, в общем-то, наверное, и есть то, что нельзя выразить, нельзя узнать, но можно увидеть, в том числе и о самой, скажем, о душе эстонского народа. Вот в его вот этих мифологимах, в этих вот всех удивительных, неразгаданных тайнах вот можно созерцать и что-то для себя каждый раз открывать. Вот эти несколько слов можно сказать.